Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема нашего вебинара, она актуальна на сегодняшний день. Это организация образовательного процесса, особенности ее организации в летний оздоровительный период. В соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного образования, ну и, конечно, в год дошкольного образования. То есть тему мы будем рассматривать с точки зрения больше оздоровительного периода. Почему? Потому что как раз это время реализации цели, задачу педагогики лета. То есть мы должны укрепить организм на дальнейшее межсезонье, которое как бы неблагоприятно действует на статистику заболеваемости. Поэтому укрепить иммунитет и использовать все ее возможности. И летний оздоровительный период, он всегда считался особым образовательным периодом, которому свойственны специфические подходы к ее организации, планированию, реализации целей и задач, так называемой педагогики лета. В отличие от других уровней общего образования, дошкольное предполагает решение ряда образовательных задач в период летних каникул. Так как в это время дети посещают детский сад, соответственно, дается необходимо, да, если отпуск, да, во время отпуска родителей, но как бы и хотят, чтобы дети посещали детский сад, так ведь не все лето находились дома, да, и занимались чем-то, когда нет возможности у родителей тоже в летнее время обеспечить все полноценный он. Он должен быть проведен с пользой. Ну и, соответственно, дети и посещают детский сад, и получают комплекс педагогических условий. Не говоря, что помимо основных видов деятельности, да, они проводятся, конечно, нет. В условиях реализации в ГОС и ФОП дошкольного образования организация работы детского сада в летний период, она продолжает оставаться для большинства педагогов, конечно, достаточно трудоемкой и сложной практической деятельностью. Почему мы с вами и рассмотрим, да, эту проблему, скажем так. Основная цель совместной деятельности летом – это, конечно, развитие и познавательных, и творческих способностей детей в различных видах деятельности, культурных практиках, ну и предоставление ребенку возможностей для самовыражения, для его личностного роста, да, вот как раз раскрытие его творческого потенциала. И в силу, скажем, таких больше времени, когда уделяется самостоятельной деятельности детей, но в то же время работа педагога, она хоть и косвенно, он предоставляет материалы и время, да, ребенку, как бы не строго по режиму, активно заниматься творческой деятельностью и двигательной деятельностью. Потому что вот именно важна оздоровительная составляющая персонала детского сада. Это и закаливающие мероприятия, благо, возможности есть и должно быть достаточно. Увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе, использование естественных природных факторов для укрепления здоровья, да, школьников, ну и, конечно, интеграция образовательных и оздоровительных задач в летний период. Таким образом, можно считать, что основой планирования работы в летний период, вот как раз будет, будут включаться данные мероприятия. Воспитательно-образовательный процесс состоит из образовательной деятельности, которая осуществляется в процессе различных видов детской деятельности. Это и игровая, это и трудовая, и музыкальная, ну и, конечно, и тиратурное чтение. Вся эта деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, ну и самое главное, конечно, и немаловажное взаимодействие с семьями воспитанников. Основная задача взрослых, как можно полнее удовлетворить потребность растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и в движении. Это, конечно, должны понимать и родители, поэтому какие-то рекомендации, консультации для родителей необходимо заранее предоставить, почему нужно посещать в летнее время дошкольные учреждения, особенно, например, дети, которые часто болеют, в закаливающем мероприятии будут способствовать тому, что в течение года, когда идут основные занятия, чтобы ребенок не пропускал, а именно укрепить здоровье летом, донести это до родителей, на мой взгляд, это очень важно, педагогу, и как раз, соответственно, понимание родителей это тоже. Почему? Потому что нужно обеспечить необходимый уровень как физического, так и психического развития, и все это поможет спланированная система мероприятий как оздоровительного, так и познавательного и развлекательного характера. Также в летний оздоровительный период мы продолжаем работать по направлениям, это и социально-коммуникативное, и познавательное, и речевое, и художественное, и эстетическое, но, конечно, особое место отводится к физическому развитию. Согласно санитарным правилам в теплое время года, при благоприятных метеорологических условиях, непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию необходимо организовывать на открытом воздухе. То есть именно на свежем воздухе, на улице, да, как бы хорошо, когда есть и специальные площадки, удаленные от... то есть зеленая зона, удаленные от дорог, да, пыльных, шумных, ну и есть и специальные при интернатах лагеря, да, куда дети выезжают, и дети дошкольного возраста. Ну, потому что в обычный лагерь, да, со школьного возраста, и то, соответственно, со среднего звена многие родители отправляют. Важно организовать жизнь дошкольников так, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, ну и чтобы воспоминания о летнем времени, об играх, прогулках, праздниках, развлечениях, да, радовали не только детей, да, но и родители, и они видели, какие изменения происходят с детьми в летний период, что они узнают, чему учатся. И вот говоря о физическом развитии на свежем воздухе, мы знаем, что у нас одно из физкультурных занятий должно, каждую неделю должно было проводиться на свежем воздухе, но в силу того, что нужна специальная, как бы, верхняя одежда, когда дети переодеваются, и это очень сложно провести в рамках, как бы, занятий, хотя в режиме дня это занятие водится, да, то есть считается, как бы дети вышли на прогулку, вот они на свежем воздухе подвигались, да, и реализовали определенные задачи скультурного занятия на кольтном воздухе. Но в то же время, конечно, лето таит опасности, да, для здоровья это и есть риск передрева, солнечного ожога, общей какой-то расслабленности, жаркие дни, да, когда ничего не хочется делать, только лежать в тенечке. Это утомление от излишней бега дни, ну, и неблагоприятного воздействия, скажем, воды, да, когда слишком много ее дети пьют, потому что пьют, играют, потеют, то есть неуверенно использование. Но, как бы, это взрослые, да, как бы от жары больше устают, да, дети все равно любят бегать и носиться. Но чтобы это на пользу детям, да, развивало определенные физические качества, а эта деятельность двигательная, она должна быть организована. Вот основной целью коллектива в летнее время будет являться общее оздоровление, укрепление детского организма и добиться всего этого возможно благодаря совместным усилиям педагогического, медицинского и обслуживающего персонала и его своевременной подготовке к летнему оздоровительному сезону. Соответственно, можно почитать информацию, продумать, да, что, особенно, например, мы знаем, что в летний период и плата увеличивается, да, и чтобы родители, ну, как всегда, не будут мучаться, предоставить план работы, да, на летний период с детьми, режим дня и так далее, для того, чтобы заинтересовать родителей, чтобы, соответственно, посещали. Итак, основными задачами работы дошкольно-образовательной организации в летний период будут, это необходимо реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, и поэтому, так или иначе, заранее эти мероприятия запланированы, должны быть, да, и доведены до сведения и педагогического коллектива, да, и, соответственно, родителей. Создание комфортных условий для физического, психического, нравственного воспитания каждого ребенка, развития и любознательности, и познавательной активности. Организовать здоровье, сберегающий режим, обеспечивающий охрану жизни ребенка, предупреждение заболеваемости и детского травматизма. Вот говорили о, там, влиянии воды, да, соответственно, комнатной температуры, достаточное количество, и, соответственно, по времени, да, нахождение как бы в жаркое время, да, более-менее, скажем, там, в тенечке на веранде и более умеренное как бы выполнение каких-либо видов деятельности, продуктивной деятельности, когда дети рисуют или же, значит, слушают художественное произведение, для того, чтобы более легче прошел этот жаркий период, да, в течение дня. Ну и, конечно, просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. При подготовке к летнему оздоровительному периоду также необходимо исходить из учета факторов, да, это индивидуальные социально-психологические особенности детей и особенности климатической зоны, да, почему стараются в их на юг, значит, в теплые края, так называемые, да, потому что так или иначе терапевтический эффект оздоровительный закаливающий ООН лучше, да, нежели, соответственно, когда и солнца мало и холодно. Нужно в летний период набраться витаминов, набраться сил для активной работы в течение года. То есть социально-психологические особенности детей мы тоже учитываем и особенности здоровья, возможности, да, дети часто болеющие, да, дети, имеющие определенные хронические заболевания, для них, конечно, должно быть обеспечено особый подход, да, особое мероприятие по усиленному, да, закаливанию и организации мероприятий в летний период, которые бы, скажем, не ухудшили здоровье, да, а намного-намного, скажем, и лечебный эффект, и закаливающий эффект. Многообразные ресурсы летнего оздоровительного периода можно разделить на две большие группы, это природные и, конечно, социальные. к природным у нас относятся, это особенности летней погоды, она нас когда балует, когда нет, состояние объектов и живой, и неживой природы, это период роста, развития представителей флоры и фауны окружающего мира, живой природы, то есть, когда мы наблюдаем за определенными явлениями. Дальше мы отметим, как часть прогулки, которая включает исследовательскую деятельность и работа с различными материалами. К социальным факторам, то есть, все зависит от природы, да, конечно, заранее мы тоже предугадать не можем, какие мероприятия могут быть проведены, но, естественно, что-то подкорректировать в планах это возможно, да, то есть, провести, если идет дождь, слякоть и так далее, но под дождем тоже гулять хорошо, определенное время находиться на веранде и сменить деятельность, да, более, скажем, менее подвижно, но и хотя бы малоподвижные игры проводить, это возможно. К социальным факторам относятся определение лета как периода отдыха от обязательной как в течение года нагрузки, да, соединение и природной, и социальной составляющей позволяет говорить о лете как о специфичном времени в жизни ребенка, которое, соответственно, должно быть организовано особым способом. Поэтому мы используем природно-оздоровительные ресурсы. Наши лучшие друзья – солнце, воздух и вода. Состояние окружающей природы летом позволяет использовать именно в первую очередь период как оздоровительный. Значит, и возможность проведения закаливающих профилактических оздоровительных мероприятий. Далее я отмечу, то есть, соответственно, в записи этот вебинар был о какие технологии оздоровительные можно использовать и с детьми и с ОВЗ, и с обычными детьми, поэтому часть некоторых я включила тоже в эту презентацию. Но можно, соответственно, их изучить и использовать в работе. Значит, какие-то мероприятия. Это солнечные ванны и воздушные ванны в сочетании с оптимальным питьевым режимом. Это водные процедуры на открытом воздухе. Казалось бы, как что-то. Бассейны закрыты, но хорошо, когда есть возможность продажи есть бассейны для детей и если есть возможность дошкольному учреждению использовать их, потому что бассейн на открытом воздухе намного как бы лучше. Это активные физические упражнения на улице и аэрация помещений во время сна, дополнительные гигиенические процедуры. Понятно, что после прогулки дети должны и руки по локоть, и шею, и лицо, и уши, и особенно ноги. Это организация второго завтрака во время утренней прогулки. Если какие-то походы, то, соответственно, бог на собой и сухой паёк взять. За счёт использования благоприятных погодных условий, естественных природных факторов летом необходимо увеличить время пребывания детей на свежем воду, до максимального, то есть 8-8,5 часов в день. Что значит за это время? это, конечно, приём детей на улице до завтрака, это организация различных видов детской деятельности и максимального количества педагогических мероприятий на игровых и спортивных площадках на территории детского сада. Хорошо, когда есть отдельная спортивная площадка или на групповой площадке есть какой-то инвентарь. если его нет, соответственно, конечно, выносить возможности, когда дети могут приносить и как раз в летний период мы можем активно обучать детей катанию на велосипеде, на самокатах, безопасно вокруг детского сада, там что есть специальные площадки, есть ровная дорога, где дети могут и безопасно наткнуть на машину, на какие-то препятствия. Это организованные выезды, то есть походы детей на природу с возможностью проведения вот этого завтрака и второго завтрака вне территории доберет сухой полет. Конечно, это возможна организация с помощью родителей и такие походы на природу с соблюдением техники безопасности, позволяет детям узнать окружающую, близлежащую недалекие походы проходить. Ну и дополнительная прогулка, конечно, вечером после ужина, когда родители забирают, идут домой пешком или наоборот выходят вечером гулять, когда уже солнце село, более спокойно помочь им в организации, особенно хорошо, если есть приусадебный участок. Но во время пребывания детей на свежем воздухе особое внимание, конечно, следует обратить на организацию двигательной активности дошкольников, для повышения которой необходимо предусмотреть использование разнообразных форм организации двигательной деятельности, о чем я говорила, это проведение и обучение спортивным играм, элементам игр, то есть футболу, волейболу, теннису, те же игры народные, городки, то есть игры, которые позволяют с помощью минимального инвентаря их организовать. Только чтобы была у вас картотека, да, и уметь придумывать, также фантазировать игры, и когда мы видим, спрашиваем, вот у нас мяч, да, что мы сможем с ним делать, какие игры, дети будут думать, вспоминать, то есть вот этот проблемный метод используют очень хорошо. Также чередование мероприятий игр разной степени подвижности, то есть слишком жарко, да, мы проводим малоподвижную игру в тени и соответственно тем самым как бы бережем силы, да, в зависимости от особенностей температурного режима, использование летних видов спортивных игр и упражнений, да, это, значит, и о чем мы говорили, но сюда входит также и катание, да, на различные деприды транспорта, организацию длительных пеших прогулок и туристических походов, дальше там по времени тоже мы отметим, на какое расстояние они могут ходить и в течение какого времени, проведение коррекционной и профилактической работы, это коррекция плоскостопия, что можно использовать, да, значит, для коррекции, это профилактика нарушения осанки, дети выполняют определенные движения, значит, мешочки, если нет мешочка, вынесли книжечки, вынесли, положили на голову коди, это профилактика нарушения осанки, коррекция плоскостопия, когда дети можно это сделать в коробочках, да, или если есть организовать, когда дети босиком, по камушкам, по песку, потому что если обувь летняя, она все равно как бы в дырочку, да, и, соответственно, когда дети зашли, они моют ноги, по камушкам, по песку, да, по траве, да, соответственно, без лишних там предметов, которые могут нанести вред, и так далее, ну, и организация индивидуальная и под групповой работа с детьми по развитию основных двигательных навыков, кто-то не умеет прыгать на скакалке, обучаем, да, у кого-то страдает метание, да, дальцы, прыжки с высоты, прыжки в высоту, с разбега, если есть возможность, да, значит, оборудование, оборудована, и, соответственно, мы обучаем их и подтягиваем летний период по овладению основными видами движения, ну, и развитие всех физических качеств, и ловкость, и сил, и быстроты, и выносливости, и чувство равновесия. Летний период также благоприятен для активизации трудового воспитания дошкольных, потому что как, а когда еще, да, почему, потому что в течение года дети активно там по режиму занятия, работают, на труд не остается времени, да, особенно такой вид труда, как труд в природе, поэтому на участке есть возможность организовать труд детей, почему, потому что труд в природе заставляет детям и радость, и удовлетворяет их познавательные потребности, да, мы в группе посадили лук, вырос он, да, и, соответственно, увидели. Хорошо, когда есть огород, конечно, мы знаем, что продукт с огорода детского нельзя детям употреблять, да, но они видят, как посаженные, как в зависимости от ухода растут овощи, да, значит, труд в природе, это ухаживание за клумбами, за цветами, за деревьями, кустарниками, которые растут, они наблюдают, как они развиваются, как меняется цвет листвы, как из цветочков появляются ягоды, ну и как распускаются цветы, как образуются семена различных растений, и, соответственно, все это позволяет обогатиться, да, познавательно. В процессе организации именно хозяйственно-бытового труда на участке и огородничество, и цветоводство воспитывается не только интерес к различным видам труда, но и сознательное и ответственное отношение к ним, формируются первоначальные представления детей о природе, охранной деятельности человека, о сохранении окружающей среды. Ну и кроме того, труд в природе несет большое образовательное значение, расширяется кругозор детей, да, ведь и знакомится со свойствами, качествами, состояниями объектов природы, усваивать способы установления этих свойств. Дети учатся ориентироваться на свойства объектов при выполнении трудового действия, использование природных объектов в практических целях. мы видим, да, нужно ли полить, посмотрели, сухая земля на коме или нет, что из-за сорняков не видно цветов, да, неплохо раствуют, потому что сорняки питательное вещество. То есть, работая совместно, дети подключаются и, соответственно, обеспечивается такое познавательное развитие. и знакомятся с различными свойствами песка, земли. Поэтому важно обеспечить ознакомление и рассказывать, конечно, детям об этом. Дети на практике усваивают зависимое состояние растений и животных от удовлетворения их потребностей, узнают о роли человека в управлении природой. Ну, тут животными, конечно, более сложно, да, например, птицы, когда их подкармливают, возможно, да, ну, насекомые наблюдают, да, когда насекомые прилетают, почему и как. Создаются благоприятные условия для комплексного решения воспитательных задач, то есть совместно и нравственного, и эстетического, физического, и умственного. Простите, что благоприятно влияет на их эмоциональное, развитие, ну, и, конечно, психическое. Все это взаимосвязано друг с другом. И, как бы, неоднократно подчеркиваю, что лето в благоприятный период для проведения активной работы с детьми дошкольного возраста по ознакомлению с природой ближайшего окружения, потому что именно летом для воспитателей открыт весь спектр форм приемов работы и методов в данном направлении. Это наблюдение за природными явлениями, это целевые прогулки, туристические походы, экскурсии в природу, это опытная, экспериментальная деятельность с природными объектами в естественных условиях, это игровые технологии в экологическом воспитании дошкольных. Поэтому, соответственно, экологическое воспитание включает не только знания о видах, многообразии растений, животных, насекомых, но и о том, как человек влияет, почему необходимо за этим все ухаживать, заболевания, какие могут быть у растений и как излечивается сама природа и как человек помогает. Целевые прогулки и экскурсии, походы по территории и за пределы территории детского сада в летний период строятся на интеграции двигательной и познавательной деятельности, в ходе проведения которых в едином комплексе, конечно, решаются оздоровительные и познавательные задачи. Ну и совершенствуются, конечно, физические качества, двигательные навыки дошкольников. Дети общаются, то есть это потребность в общении со взрослыми, сверстниками и развиваются познавательные исследовательские качества. Хорошо, когда приглашаются, да, и благодаря туризму, и я думаю, что во многих городах оно развивается, при посещении определенных остановок, да, туристических для того, чтобы как бы поручить ребенку, да, как гиду что-то об этом значит, вместе рассказать другому о другом месте, тем самым и дети будут вовлекаться в данную деятельность. Конечно, организация такой деятельности требует от педагога продуманности, да, то есть четкого маршрута в соответствии с поставленными задачами, значит, иллюстративный материал, какой-то фотоматериал, и загадки, и так далее, художественные слова. Ну, и, конечно, важна цикл беседы, да, перед непосредственным проведением прогулки. О тематике прогулки, похода, экскурсии, ну, и повторения правил безопасного поведения, как на улице, так в природе. Если мы даже будем раздействовать об этом, скажем, это будет не лишнее, почему? Потому что, да, они знают, да, что надо, значит, каких-то не знающих насекомых окненький другом, но им это интересно, они забыли, то же самое, как переход через дорогу, значит, посмотрели по сторонам, да, все это забывается, но мы должны об этом постоянно напоминать. Для правильной организации активного отдыха необходимо в обязательном порядке планировать мероприятие по предупреждению детского травматизма. Чтобы прогулка за пределы детского сада стала не только полезной, неповторимой, но и безопасной, конечно, нужно соблюдать основные правила. Опять же, это мы намечаем предварительно маршрут, должны пройтись по нему, осмотреть участок, да, сразу предполагаем, какое количество детей и как дети могут располагаться, да, то есть, если там какая-то узенькая дорожка, в длину, там, замыкающая и так далее, мы должны все это предусмотреть. Определить, как можно использовать природные условия для упражнения детей в разных видах движений, где правильно организовать отдых, игру, наблюдение, чередование видов деятельности в зависимости от плана проведения и прогулки, и похода для предотвращения и утомления, и перегрева воспитанника. Также принять во внимание индивидуальные физические возможности всех детей, да, то есть мы знаем даже, как бы, тоже физическое качество, выносливость, да, у кого-то из детей он вынослив, да, там может пройти кто-то, в силу того, вроде бы, что он активный, да, не может усидеть на месте, но он может быть менее выносливым. Поэтому, соответственно, это все проверяется практикой, да, значит, принять во внимание, да, сказали, заранее подготовить воспитанников к прогулке, организовать пешеходные прогулки, значит, они, возможно, со старшей группы на расстоянии не более двух километров, продолжительностью 25-30 минут в один конец. Конечно же, с отдыхом, да, буду смотреть, где дети могут остановиться, посидеть. Для подготовительных в школе-группе 40-45 минут в один конец. То есть это, ну, довольно-таки продолжительное, да. Конечно, необходимо осматривать одежду, обувь воспитанников на соответствии погодным условиям перед началом проведения любой целевой прогулки или похода. Запастись свежей кипяченой водой в достаточном количестве для питья детей. То есть понимание, что с собой брать сладкое и так далее, да, которое тем более будет вызывать жажду ребенка, когда нежелательно, ну, и, скажем, для, чтобы не привлекали насекомых, да, те же ос, пчел к сладкому. Это, скажем, небезопасно. Ну, и обработать одежду, соответственно, предусмотреть те места, где обработано место от клещей и от комаров, потому что это важно, не знаю, какие аллергические реакции могут у детей возникнуть. Помимо указанных выше, да, мероприятий, планируются и другие формы организации образовательной деятельности в режиме дня. И в утренние, и в вечерние часы, и на прогулке, и при проведении режимных моментов, направленные на познавательное, социально-коммуникативное, речевое развитие дошкольников. Для того, чтобы эффективно использовать тот или иной отрезок времени пребывания в детском саду летом, воспитателю необходимо помнить рекомендации по организации режимных моментов. Соответственно, вы об этом знаете, но мы проговорим еще раз, да, утром, цель создать бодрость, жизнь и радость работоспособное настроение, дети любят подольше поспать, ну, соответственно, режим работы детского сада меняется, да, как бы, но дают время, да, и, как бы, педагогам немного подольше, да, поспать, так и детям. Утром планируется, утренняя гимнастика, она обязательно как раз для того, чтобы вот работоспособность повысить, наверное, скажем, она должна проводиться с таким учетом, да, чтобы именно разогреть организм, чтобы он проснулся, да, но не переутомиться. Поэтому необходимо разработать два комплекса утренней гимнастики, которые чередуются через неделю. Соответственно, если мы видим, что дети неактивны и так далее, использовать сюжетные, да, сюжетные, интересные комплексы утренней гимнастики. Знакомые, непродолжительные по времени виды деятельности по желанию детей. Это могут быть игры, это могут быть просто общение детей, какая-то индивидуальная работа, то есть труд в природе. То есть мы знаем, до жары лучше утром организовать полив, да, или, значит, кто-то из детей помогает или сам осуществляет проколку, рыхление, убирает сухие, засохшие части, растения. Нецелесообразно планировать такие формы работы, которые предполагают большую подготовку, так как ребенок должен увидеть успех в своей деятельности. Прогулка, она должна обеспечить высокую активность, содержательную, разнообразную деятельность и снять утомление. Значит, в свое время мы описываем прогулку семь ее частей. Это еще минимально, да, поэтому здесь обязательно наблюдение за погодой, наблюдение за природой. Вот, наблюдаем за погодой, какое небо, какого она цвета, да, светит ли солнце. Во время утреннего приема сравнили. Значит, сравнили, значит, когда вышли после завтрака, да, на улицу, в течение дня, да, как меняются, какие облака или какие тучи, почему, да, как меняется окружение в зависимости от того, значит, какая погода. Значит, наблюдение за погодой, природой, транспортом, трудом взрослых, да, с заявлениями, с заявлениями природы наблюдение проводится, конечно, намного чаще. проведение подвижной игры, да, обязательно, значит, она может быть как сюжетная и бессюжетная, с атрибутами и без, и разной степени подвижности. Когда дети, скажем, согрелись, им хочется еще больше подвигаться, потому что погода не жаркая и позволяет, конечно, хорошо использовать игры эстафеты, где дети могут проверить свои силы и всегда эстафеты им нравятся. Это командные, они выбирают команды и, значит, используя эстафеты, мы можем видеть у детей, какое основное движение им дается слабо, поэтому в течение дня потренироваться и поработать над ее отработкой, этого движения. принимают, конечно, желательно все дети группы, да, ну и планируются с учетом погоды и особенностей сезона. Спортивные игры или упражнения элемента спортивных игр. Это и бэкбинтон, баскетбол, футбол, это городки, благо сейчас есть для детей пластмассовые, они, скажем, не травмоопасны, ну и, конечно, хорошо, если есть специальная площадка, если нет, то организовать ворота, значит, подвесить для баскетбола торзину, да, специально для того, чтобы дети отрабатывали, тем самым говорили о развитии ручных умений, умения с мечом, водить, вести его и так далее. Другие игры, конечно, то есть, если более жарко, да, нужно менее спокойно, то мы берем гидактические игры, настольные печатные, какие-то игры, забавы, но в том числе, конечно, народные. Индивидуальная работа по развитию движения, о котором мы говорили, которые не усвоили материал, или же, наоборот, с одаренными детьми по подготовке к праздникам, может быть, каким-то соревнованиям. Труд по подгруппам, конечно, по желанию ребенка, но бывает чаще, соответственно, педагог, да, рассказывая по ходу, выполняя какую-то работу, привлекая детей. Значит, сюда же входят беседы о культуре приведения, общения, о воспитании нравственных качеств. Соблюдение исследовательских действий на прогулке обязательно, все это зависит от настроения и желания детей. Конечно, если педагог с удушевлением сам все, да, старается заинтересовать ребенка, сам участвовать, детям, конечно, будет интересно. Прогулка должна всегда начинаться с наблюдения, да, потому что, если ей предшествовало динамичное занятие, это как бы в обычное, либо с подвижной, или с спортивной игры, потому что в летнее время как раз не проводится, да, но, особенно если дети вышли после завтрака, соответственно, какая-то активная, подвижная игра, да, нежелательно сразу после приема пищи. более жарко в Риме, мы сказали, дети, да, на веранде играют в игры, занимаются творчеством, как раз у нас будет дальше по продуктивным видам деятельности. Вечерняя прогулка, значит, все виды игр, да, и настольно-печатные, и сюжетно-ролевые игры, и строительные игры, и пальчиково-дидактические, театрализованные, с учетом желания и потребностей детей, естественно, если мы прочитали художественные произведения, да, и заинтересовать для дальнейшего заучивания и показа, да, это развлечение праздники, физкультурные досуги могут планироваться один раз в неделю, а в конце желательно четверки или пятницу, самостоятельная деятельность детей, это труд хозяйственно-бытовой, да, то есть, значит, возможности мытья игрушки, игрушек, ну, и художественная, вручную трубу, индивидуальная работа по всем видам деятельности, чтение художественной литературы, и взаимодействие с семьями воспитанников, да, то, значит, чем дети занимались, чем, значит, чему научились, как бы, что необходимо подтянуть, может быть, дома есть какие-то книги, чтобы дети принесли, да, рассказали родителям о чем-то интересном, и, если есть дома, игр для того, чтобы принесли, и дети здесь поиграли. Для оптимальной организации образовательной работы в летний период, конечно, мы говорим об условиях, это, конечно, за счет развивающей образовательной среды, когда есть возможность использования ресурсов окружающей природы, доступны летом в большей степени. Поэтому на прогулке нужно подготовить необходимое оборудование, инвентарь, который мог использоваться на улице. Это и для подвижных игр, и для атрибута, скажем, для индивидуальных игр, мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, мешочки с песком, которые выносятся на спортивную площадку ежедневно. Инвентарь для труда в природе, веки, небольшие грабли, совки и другое детское оборудование, которые, соответственно, хранятся в специально отведенных местах. Изобразительные материалы. Карандаши, высоковые мелки, пастельные мелки, что детям интересно. Сейчас фломастеры очень хорошие, красивые наборы, и дети могут с собой эти раскраски приносить. Материалы для художественного творчества, ну, соответственно, дети, чтобы захотели, какой-то образец педагога, даже чем-то попробовал, мастер-класс увидел, изучил, и тоже, значит, дети захотели это сделать. Ну, использовать нетрадиционные художественные материалы, то есть это нетрадиционное рисование, как раз дети летом могут на прогулке более, скажем, посидеть, пофантазировать, значит, придумать, какой они материал будут использовать, чем они эту кошечку нарисуют и так далее. Как выучу передать, вот эта пушистость одуванчика, который тоже все, соответственно, выносится до участок во время прогулок. Игры, игровые атрибуты, элементы костюмов, детская посуда, такой инвентарь, который возможно, соответственно, обработать, помыть и так далее, продеринфицировать. Также в летний период должно быть уделено внимание познавательно-исследовательской деятельности. Мы говорили о наблюдениях, о взаимосвязи и взаимозависимости предметов и явлений природы, об экспериментировании и с водой, и с песком, и, конечно, решая проблемные ситуации. Когда ребенок познает явление окружающей природы, у него задействованы все органы чувств. То есть он слушается, взглядывается, трогает, нюхает, пробует. То есть обогащается не только активной, но, конечно, в большей степени пассивной словарь. Поэтому совершенствуется функция речи. Ребенок овладевает определенными орудийными действиями, что развивает моторику. Большое внимание, конечно, нужно уделять целевым правбукам экологического содержания. Например, по программе «Юный эколог». Значит, уголок с лекарственными травмами, уголок нетронутой природы. Экологическая тропа очень важно организовать в летний период на территории дошкольного учреждения. Хотя бы, соответственно. И рассказывать, давать задания детям о, например, говоря о лекарственных травах, где используют, как используют, и для кого, при каких заболеваниях, чтобы дети самостоятельно подготовили материал и проводили экскурсию. И это им будет намного интереснее. Дети будут слушать и готовиться, ну и, конечно, развиваться. Вот мы говорим, более доступным для детей становятся и почва, и песок, и вода, воздух, и камни, как материалы для исследования. Взаимосвязи всех этих природных объектов и использование их человеком узнают в процессе проведения опытов, экспериментов. Потому что на каждой проволоке педагог будет замечать, наблюдать интересные явления природы, воспринимать окружающий мир всеми чувствами, воспитывать у детей способность любоваться зеленью травы, голубым небом, белыми облаками, да, то есть и как, значит, слушать насекомых. Все это благоприятно сказывается. Дети поменьше от своих телефонов, дорогая жена. Художественно-эстетическая работа, о которой мы говорили, она включает такие виды изобразительной деятельности, как рисование, ливкоапликации, конструирование, детский дизайн, да, то есть ручной труд, музыкальную деятельность, ну, ознакомление с произведениями художественной литературы и фольклора. Вот, соответственно говоря, о музыкальной деятельности есть возможность. То есть у группы, когда есть полочка с музыкальными инструментами, да, дети начинают обычно играть, это шоу, ганг и так далее. А вот летний период хорошо их вынести, и дети, соответственно, могут уже импровизировать, сами сочинять и играть, да, на музыкальных инструментах, чтобы не мешая, да, чтобы вот этого эхо кромкого не было. Значит, дети рассматривают произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Хорошо, когда есть специальные объемы, которые отображают красоту летней природы. Это художественно-дидактические игры, которые направлены на развитие у детей представлений о форме цвета, как раз мы говорили, какое небо, какого оно цвета. Темно-голубое, серо-голубое, да, желто-голубое, потому что солнце ярко светит, да, и вообще оно желтое. Соответственно, как меняется его цвет неба в зависимости от расположения солнца, да, от части суток. Это экспериментирование с изобразительными, природными и дополнительными материалами, включение в образовательный процесс творческих заданий, придумывание новых образов, подбор цветовых сочетаний, рисование с натурой. Очень хорошо, да, проводили летний период, когда дети рисуют деревья, цветы, то есть, ну, и рисование на пленере. Это и мелки на асфальте, да, пальцами на песке, то есть можно использовать эту песочную терапию. Ну, и, конечно, нет редиксированной техники рисования. Дети, конечно, занимаются творческой деятельностью, кому интересно, поэтому такие способы, как гроттаж, монотипия, наброск, ниткография, они индивидуальны, поэтому если один или два, трое сели, занимаются видом, взрослые показывают, остальные в это время могут играть, да, значит, кто-то там прыгает на скакал, кто-то другой вид деятельности использует. А вот такие техники, которые более сложны, да, в своем исполнении, мы индивидуально подходим и с ними как бы работаем. Благо сейчас есть и специальные краски, да, и вот для гроттажа уже готовые листы, где нужно только палочками, да, дети прицарапывают рисунок. Это лепка, глины тоже, продажи можно купить готовые, только руками, да, и работают, идет синтронизация работы обеих рук при лепке, особенно лепка с натуры, значит, соленое тесто, то есть дети делают какие-то объемные изображения, декоративные пластины, они узнают, что такое рельефы, какие виды рельефа существуют и знакомятся со свойствами этих материалов, да, почему, скажем, из теста должны быть более плоские изделия, да, потому что оно садится, раздувается, основа, какой каркас можно использовать в лепке из глины, да, почему пластилин более доступен, да, материал, и легче из него получают изделия. Ну, выполнение аппликаций в различных техниках, да, из полос, мятой бумаги с элементами флористики, создание плоскостных полуобъемных изображений, техническое конструирование, сюда входит конструирование из деталей конструкторов, из различного вида лего, то есть конструктивного материала, как раз мы можем использовать и лего конструирование, и робототехнику, тоже возможность, когда дети приносят те наборы, которые они уже собрали, неинтересно, да, и дают возможность другим детям заниматься, поконструирование. Художественно это использование природного материала, бумаги, картона и так далее. Ну и детский дизайн, когда дети составляют букеты, картины засушенных растений, делают какую-то бижутерию, маски, головные уборы, да, то есть оригами хорошо используют в летний период, различные виды шапочек, даже стаканчик, да, можно сделать, значит, и тем самым тренируют такое инженерное мышление, конструктивное мышление. Для праздников, развлечений делают интерьеры кукольного уголка и создают именно декоративные панны. все это возможности используют в летний период, потому что количество детей чаще бывает меньше, и, значит, данные виды работ, они, конечно, доступны в летний период, да. Хорошо, когда, если кто-то из педагогов другую группу покажет мастер-класс, да, и, соответственно, даже осваивают новую технику, интересную для них, посмотрев, да, на каких-то ярмарках, выставках, как это получается. Значит, какие формы педагогов работы, да, в летний период? Это, конечно, физкультурно-здоровительная работа, она всегда стоит на первом месте. Без рационального питания невозможно, да, на здоровительную работу, конечно, она, скажем, менее насыщена, да, такой жирной едой, да, сладкой, и поэтому в летний период, конечно, важно, чтобы дети не отключались от этого режима, да, чтобы не было сложности потом адаптации выхода с отпуска. Поэтому добиваться для того, чтобы дети ходили, да, в летний период. Это закаливание, ну и, конечно, оздоровительная просветительская работа с родителями. На мой взгляд, да, это вот такая тесная взаимосвязь, которая должна начинаться именно с работы с родителями, для того, что как важно использовать возможности летнего периода. Вот какие принципы? Это максимальное использование детей на свежем воздухе, это подвижные и физические упражнения на прогулке, это утренняя гимнастика на открытом воздухе, потому что утром, да, особенно хорошо, как бы дышится, прохладно. Это экскурсии и целевые прогулки. Здесь не на территории детского сада. Это возможность использования массажа, корректирующей гимнастики, дыхательной гимнастики, вот по методике Стрельниковой. Это элементы вида спорта дети осваивают, то есть правила узнают, значит, там, великих спортсменов, очень хорошо им это рассказать. Это двигательная разминка, спортивно-досуговая деятельность, внутригрупповые соревнования, ну и, конечно, индивидуальная работа с детьми по развитию двигательной активности. Мы говорили, когда, значит, кто не имеет проведения скакалки, значит, кататься на велосипеде и так далее. Возможно, совместное использование. Вот хотел бы вам, как бы, порекомендовать, да, ту литературу, которая, значит, может вам помочь при планировании летних оздоровительных мероприятий, да, кузнецовая система мероприятий по оздоровлению детей, до кожухового воспитателя по физической культуре, ну и так далее. И вот у картушной оздоровительные познавательные занятия для детей, физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста, фролов и так далее. Также вот для детей возможность такой информации, для родителей детей, да, ну и, соответственно, мы тоже с детьми должны, как бы, говорить про отравление, почему они чаще, значит, как бы случаются в летний период, да, значит, то есть какие ягоды, значит, овощи, фрукты, как их нужно употреблять, в каком виде, почему нельзя, значит, увидеть ягоду тут же сорвать, да, если не знаешь, как она называется, или, соответственно, на ней может быть какое-то насекомое, которое, иначе там оса и так далее, может случиться аллергические, аллергии и так далее, то есть, вот, ну, а нельзя поить детей сырой водой, да, даже если она очищена, но через фильтр, потому что в летнее время она быстро, то есть ее свойства ухудшаются, да, и так далее, то есть какие овощи и фрукты можно есть с огорода, и меры предосторожности, связанные с купанием в водоемах, потому что купаться дети с родителями, и меры предосторожности, мы об этом говорим, да, то есть нет любитого стекла, острых камней и других опасных предметов, ну, и о том, что необходимо, конечно, обязательно головной убор, закрываем, да, то есть, чтобы не сгорели, легкая одежда, дышащая одежда, и, значит, закрытые виски, детям приходится быть на открытом воздухе, майки, футболки хорошо, да, если в тени, но от палящего солнца они должны быть, ну, и вот здесь тоже для родителей, какие опасности связаны с путешествием, на транспорте, на поезде, с катанием, на велосипеде, жизнь в деревне, соответственно, если они отправляют, конечно, в деревню, где тут должны убывать и находиться, ну, предварительно, конечно, должна быть проведена, проведен определенный инструктаж, да, вот какие опасности от объекта в детской площадке и в песочнице, и на качеле, возможно, качели тоже могут быть разные, и вот какие темы, да, для консультации для родителей по обеспечению безопасности в летний период и профилактика гибели детей на воде, безопасность на даче, отравлений, закаливания, осторожно клещей, осторожно окно, да, особенно дети любознательны, поэтому оставлять и вообще как бы показывать, как открывать окно, просить, это, конечно, недопустимо. Предупреждение отравления ядовитыми растениями, грибами, безопасность на игровой площадке, безопасность на воде и во время загара, то есть обязательно истинные должны обсудить и донести до родителей данную информацию через различные сайты. Извините, конечно, здесь так мелко, да, может быть, увеличить, какой список литературы для детей от 4 до 6 лет в летний период мы можем как бы прочитать, для того, чтобы дети обогатили свои знания и, соответственно, для дальнейшей театрализации возможно проведение, то есть вот этот данный список литературы. так вот это как бы информация об оздоровительных технологиях, которые возможны использование и с вебинара по оздоровительным технологиям, то есть использование суджок терапии, да, это вот такие массажные мячики ежиком, кольцо, для массажа стоп, как раз профилактика плоскостопий, ручного массажа кистей и пальцев рук, так оздоровительные технологии, аквагимнастика, то есть гимнастика на воде, да, когда ребенок не сам, а только, значит, дети любят играть с водой, с водой специальной емкой, да, и пальчиковые игры в воде, они выполняют различные имитации различных поведений животных, скажем так, да, природным бросовым материалом используют какие-то шарики, крупы в воде, тоже оздоровительные технологии, ну и вот музыкотерапия и звукотерапия тоже, лечение звуком и природой, прислушались, да, какая-то птица пойдет, значит, какие, какой тембр и так далее определение, потому что идет как раз музыкальное воздействие, да, коррекция эмоционального фона, потому что музыка обладает сильным психологическим воздействием на ребенка, да, успокаивает, потому что расслабляет, если ребенок набегался и жарко, да, соответственно, может наступить переутомление, вот, ну и, при использовании музыки помнить об особенностях воздействия, хорошо, природа, спокойно, мемодично, слушаем, дыхательная гимнастика, тоже здоровительная технология, очень правильно дышать, когда, да, значит, повышает общий жизненный тонус ребенка, сопротивляемость к различным заболеваниям дыхательной системы, нормализации и улучшения психоэмоционального состояния организма, развитие силы, плавности и длительности выдоха, ну и вот примеры приведены, да, какие виды дыхательных упражнения мы можем использовать. Здесь приведены ссылки на картотеку подвижных игр, то есть возможно небольшие карточки, когда педагог выносит и проводит данные игры. Спасибо за внимание, может быть какие-то будут вопросы. Надеюсь, так или иначе, какие-то основные моменты были интересные, познавательные. Вам спасибо. 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 Там выше было в разделе файл. файл. Любовь, посмотрите выше, вот скачать презентацию вебинаров, внизу значок, ага, тут вот вкладка файл, а со смартфонов внизу значок три точки, откроется слово файлы. Кликните по нему и откроется вкладка презентации. Все, уже вам рассказали. Спасибо. До свидания.